А вот теперь вам постараюсь объяснить, зачем я вас мучил этими основами химии. Только так можно понять по-настоящему, что такое пищеварение, переваривание продуктов. Смотрим. Вот у нас есть такие шестиугольнички. Это отдельный молекул глюкоза. Давайте смотрим, как мы углеродом вот здесь ОРГУ подсоединены. Вот здесь есть ОРГУ? Вопрос. В этой позиции к углероду ОРГУ соединена или нет? Да. В этой позиции есть своя ОРГУ? Есть. А теперь смотрим. Молекулу дали вот так. Что оказывается? Вот здесь есть своя ОРГУ, и вот здесь есть своя ОРГУ. А теперь смотрите, что произойдет. Выясняю, что кислороду выгоднее иметь на второй связи именно водород. Это самое выгодное для него состояние. И он рвет эту связь, отхватывая водород в соседнюю ОРГУ. Какая молекулка у него есть? Вода. Вода. А в результате вот здесь осталась разорванная связь, и вот здесь осталась разорванная связь. Что они сделают? Они медленно замкнутся. В результате произошло замыкание связи между двумя глюкозами через кислород. Выкинулась вода, и произошло замыкание связи между двумя глюкозами через кислород. Теперь вот здесь у вас группа есть, есть, и здесь есть. Ровно даже в самую сторону. Глюкоза пришилась к глюкозе с выделением воды. И дальше поехали. Глюкоза пришилась к глюкозе с выделением воды. Ну, как вы, я думаю, уже помнили, так можно рисовать отсюда и до проспекта Вернадского. Какой длины может быть такая цепь? Несколько десятков тысяч участников. А вот теперь название этого вещества знают все. Это лента, образованная из соединившихся друг с другом глюкоза. Что это такое? Да, крахмалу, совершенно право. Это и есть крахмал. Как называются сложные молекулы, которые строятся из повторяющихся однотипных элементов. Обратите внимание, ведь эта лента создана из повторяющихся одинаковых кусочков. Вот как называются такие сложные молекулы, созданные из повторяющихся однотипных фрагментов. Ну, давай, Коль. Полимеры. 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 Итак, крахмал – это полимерный сахар. Сложный сахар. Стоит он из глюкозы. Кстати, если глюкозу собрать немножечко по-другому, те же самые глюкозы, просто немножко. Вот скажите, если вы, там, я не знаю, левую следу играете, вы из глюкозы можете собрать только трактор? Нет. А замок можете собрать? Нет. А вертолет можете собрать? Нет. Все зависит от того, в каком порядке вы соединяете детали. Вот у вас есть исходные глюкозы. Можно ли из них собрать только крахмал? Нет. Немножко по-другому их собрали, и какой другой полимерный сахар получим? Опять же, название знают все. А что это такое, не представляет почти никто. Хорошо? Целлюлоза. Второе название – клетчатка. И крахмал, и целлюлоза – вода нерастворимы. В отличие от простых слов. Они в воде просто не будут растворяться. Скажите, тогда опять же, это вопрос. А почему целлюлоза является исключительно важным веществом в нашей биосфере? Целлюлоза. Прошу. Будьте добры, батюшки, погромче. Оболочки и ресурсов, и клетчатка. Абсолютно верно. Только лучше говорить не про оболочки, а про клетчатку. Классно. Дело в том, что целлюлоза – это материал отнюдь не твердый. Так, скажите, пожалуйста, поликлиновый пакет – твердый или не твердый? Я задал вопрос, полиэтиленовый пакет – твердый или не твердый? Нет. Нет, не твердый. А вот легко ли его порвать руками, вот так вот. Взял за один конец, взял за другой. Порвать легко? Да? Нет. Вот после перерыва принесу и будете мне рвать. Толстый полиэтиленовый пакет. А пока не порвете, я вас отсюда не отпущу. Да? Ура! Значит, целлюлоза – это материал очень прочный на разрыв. Пленку из целлюлозы порвать сложно. Так? В результате, как строена любая растительная клетка? Вот она, клетка. Так? Она синтезировала целлюлозу и выбросила наружу. И целлюлоза собралась вот таким слоем на протоклетке. Средневековый рыцарь, представляете? Поднимайте руки, кто представляет себе средневекового рыцаря. Ура! А теперь поднимайте руки, кто может ответить на вопрос, чем покрыто тело средневекового рыцаря. Хорошо. Вас обманули, барышня. Тело средневекового рыцаря покрыто кожей, а доспехи одеты снаружи на тело. Да? Значит, любая клетка покрыта клеточной мембраной. Это ее кожа, это ее часть. Но растительные клетки, клетки грибов, поверх кожи одевают одежду, доспехи. Эти доспехи будут называться клеточной стенкой. Вот у растений клеточная стенка исцеллюлоза. А теперь, что достаточное? Что произойдет, если вы поднимете давление внутри клетки? А легко ли порвать целлюлозную пленку? Нет, она прочно разрыв. Что произойдет? Вы когда-нибудь велосипедное колесо накачивали? Да. Вот если его не накачать, как ехать на велосипеде? Вам нравится? А плохо, потому что он деформируется. А если накачать? Колесо. Листья растений, представляете себе? Пока пакет не накачан, будет ли система поддерживать хогму? Низкое внутреннее давление? Нет, система хогму не держит. А если накачать? Все. Возникли силы упругости, которые отлично поддерживают хогму. Итак, именно, хорошо, листья растений, представляете себя? Любых. Совершенно. Вот если вы не поливаете растения, что с листьями? Сначала, прежде чем засохнуть, что с ними? Слово «запянут» слышали когда-нибудь? Как меняется форма листа при уведании? Да он теряет форму и повисает вниз, под действием сил тяжести. А здесь вот растение завяло, а в это время вы не дали ему засохнуть, а вы его полили, что произойдет? А листья опять поднимутся, и форма будет восстановлена. В чем дело? А вы добавили воды для того, чтобы клетка смогла вернуть высокое внутреннее давление, и все, форма вернулась. Зачем мы это все говорим в вопросах о пищеварении и питании? А вот зачем? Знаете, скажите, пожалуйста, растительная пища для человека полезна? Классно. А наш организм хорошо умеет усваивать растительную пищу? Плохо. Хорошо. Лучше или хуже, чем организм коровы? Пул уже. Пул уже. Классно. Организм коровы хорошо умеет усваивать растительную пищу? Добрые люди. Ни один эукариот, что такие эукариоты, понимаете? Это организм, имеющий настоящие ядра. Усваивать растительную пищу и грибы не умеет совсем. Кролик не способен переварить морковку. Коровы не способны переварить траву. Верблюд не способен переварить верблюд жуколюбчиком. Мы с вами не способны переварить ни один салат. Да? В чем дело? А дело в том, что ни один эукариот не имеет гена, который бы кодировал вещество, позволяющее разрезать целлюлозу вот так, на отдельную молекулу глюкозы. Фермент так известен, но он называется целлюлаза. Если у вещества окончание азы, то есть фермент. Но дело в том, что у эукариот просто его не бывает. Так, ген целлюлазы есть только у бактерий. А в результате, когда любое из многоклеточных животных съедает растительную пищу, это больше всего похоже на следующую акцию. Вы взяли и набили себе желудок с запаянными консервными банками. Внутри все очень вкусно и питательно, только у вас не было консервного ножа. Ну и в результате, что вы получите от этого питания? А ничего вы не получите. И вся эта масса, без изменения своего вкуса и качества, спокойно выйдет из вашего тела с другого конца. Абсолютно никак не изменяется. Животные переварить растительную пищу не в сихах. Истучений не бывает. Вопрос, а как же тогда коровы живут? Абсолютно у всех животных пищеварительные системы заселены симбиотическими сообществами. Называются эти сообщества нормальные микрофлоры. Там отнюдь не только бактерии. Там и кариатические протисты, и одноклеточные грибы некоторые. При этом не существует никакой такой единственно правильной микрофлоры. Догадайтесь с двух раз. Вот есть новорожденный человечек. Вот он только что родился. У него какая-нибудь микрофлора есть в пищеварительной системе? Да нет, у него стерильный. А кубок у него что-нибудь завелось. В кишечнике, когда он находится упакован в незародышевой оболочке. Из молокоматики. Правильно. Первичный занос. Конечно, с молокоматикой. Разумеется. А дальнейший занос? А дальнейший занос с теми продуктами питания, которые он получает. Классно. Теперь берем, согласно рекламе телевизионной, нас окружает страшная бактерия. Вот они такие жуткие и ужасные. И наша задача взять их полностью и устребить нафиг. Желательно руки иметь стерильно чистыми, желательно посуды иметь стерильно чистые, желательно все иметь стерильно чистое. Надо сказать, что половина состоятельных американцев примерно так и живут. Значит, какие проблемы возникают у этих людей? У них просто не складываются нормальные микрохоры. Но откуда они могут появиться, если у человека нет заброса внешнего? Их же не маленькие зелененькие человечки приносят. И не биополе. Значит, это всегда внешний заброс. Рискованная или не рискованная штукенция в внешний заброс? Да, рискованная. А кто вам сказал, что жизнь – это вообще нерискованное занятие? Или вы считаете, что никаких рисков в жизни вообще быть не должно? Тогда ответьте мне на вопрос, пожалуйста. У кого совсем нет никаких рисков? Нет? Все просто. У трупа. Вот у трупа никаких рисков нет. А пока организм живой, он, конечно, находится в рамках системы рисков. Поэтому тенденция современных культур взять и извести все риски на ноль будет приводить к результатам, но иногда очень тяжелым. Я вовсе не призываю есть прямо с земли немытыми руками и что ни кухоня. Да? Но совсем, я не знаю, терять голову на предмет дезинфекции всего на свете – ну, далеко не самое лучшее за ней. У людей разных культур. Берем, допустим, американских северных индейцев, берем наших чучи, берем коренных испанцев, причем не городских, а сельское население, берем коренных казахов, опять же, не городских, сельское население, и берем людей откуда-нибудь с Орловщиной. Как по-вашему, у них микрофоры одинаковые или нет? А почему разные? Разное питание, разные традиционные кухни. Разные сообщества обитают в пищеварительных стенах. Поэтому никакого единственного верного сообщества просто не бывает. У людей, у которых традиционно в составе пищи, очень много растительных и грубых растительных компонентов, конечно, в составе микрофлоры, вот обитает целлюлазная бактерия, успешно расщепляющая целлюлазу. Хорошо. А у традиционно охотничьих народов. Берем чубчий. В традиционной кухне чубчи много ли растительной еды? А откуда там растительная еда? Просто откуда? Сплошной лед. Растения вырастают, вегетация, три месяца. При этом ни о каком урожае речь вообще не может идти. Основа еды – это охота и рыбалка. Поэтому в состав микрофлоры у традиционных охотников один, у пастуши и сельскохозяйственников другой. У пастуши и сельскохозяйственников какие продукты очень большое значение имеют? Молочные продукты. Молочные продукты. А это значит молочные кислые бактерии, молочные кислые грибы. Гигантская совершенно группировка. Так? Хорошо. Значит, а у землепашеских сельскохозяйственников? А у них как раз целлюлазные. Полным-полно. Хорошо, сделано. Итак, переваривать можно только с агизмом. Там же устроено животное. Продолжение следует...